получил письмо от юлианы какие-то большие изменения ты решил открыть ресторан да какие инвестиции приблизительно сюда нужно же я не даю ему в пользование тысяч долларов первые большие деньги за опыт у кого-то есть вы ждали два года а сейчас вы хотите за два месяца мы уже прочитали приблизительный бизнес-план больше всего шоком является то что они очень легко к этому относится команда у нас есть сколько стоит сегодня квадратный метр на выставке вся игра начинается по взрослому такого в нашу шоу еще не было всем привет друзья ну что у нас в эфире новый выпуск и сегодня у нас будет наша героиня юлиана как вы помните юлиана начинающий модельер а девушка которая решила себя попробовать на этом поприще и сегодня у нас будет встреча с юлианой и командой людей которые будут помогать ей реализовывать тот задуманный проект который есть в ее голове и который мы с вами пока еще до конца не понимаем но сегодня мы должны встретиться для того чтобы собственно рассказала нам на чем она все-таки остановилась и уже команда из тех людей которые мы подобрали на прошлой программе приступила в общем так выполнению всех наших грандиозных и наполеоновских планов о вижу сергея сергей привет получил письмо от юлианы она выполнила домашнее задание я кстати забыла посмотреть мне стыдно и похоже что у них какие-то большие изменения судя по всему она сегодня не придет к нам она попросила приехать потому что у нее большие перемены она очень попросил нас приехать в одно место домой и гости может быть она приготовила платье мне принцессы но она дала адрес поехали интересно какая-то интрига похожа прекрасно мы едем на бал так что только не говори мне что купил нам новую квартиру здесь я хочу жить в центре мы ехали сюда 40 минут тебе сюрприз нет конечно милые городочки очень интересный новый дом куда идем похоже здесь будет швейный цех новый ты думаешь я даже такая с опасением я ехала все время видела какие-то недостроенные места но пока непонятно что это я тут никогда не сюда нам похоже нам этот подвал идем очень интересно я посмотрела один выпуск в котором вы искали человека который открывает ресторан и по стечению обстоятельств ты решил открыть ресторан да практически да вместе со своими друзьями я уже на платье нацелился с бабочками я тоже подожди и все-таки давай разберемся то есть ты пришла на проект как модельер как модельер что произошло это произошло после нашего как бы уже нашей встречи у меня было два года назад мечта открыть ресторан на самом деле мы много очень по этому поводу работали встречались со звездами и так далее с топ-менеджерами которые открывают рестораны и мы хотели вместе я позже представлю учредителя ресторана открыть именно ресторан и в этот момент звонок и вот предоставляется возможность и я считаю синица в руке лучше чем журавль в небе но модельерский бизнес я не отставляю просто его немножко как хобби сейчас вот убираю вот так а сейчас хочу заняться рестораном тем более вам нужны такие вот будем показывать теперь как создаем ресторан конечно филомыслика я так хотел ресторан и кстати буквально вчера к нам пришла заявка от ресторана уже работающего где написали ольга у нас такой классный ресторан итальянский если у вас будут участники мы с удовольствием готовы поделиться всеми своими наработками фишками и рассказать вам ты представляешь и и потом говори что вселенная не работает работает тогда мы будем сегодня знакомиться конечно мы будем знакомиться прежде всего с помещением для начала вот вот такое помещение 250 метров я считаю идеально подходит под концепцию casual queen то есть это ресторан быстрого обслуживания для местечкового района и для гостей допустим нашего парка вот и мы хотим вас пригласить чтобы вы нам тоже помогли чтобы мы сделали хорошее место хорошее заведение мы все настроены на это лучшее место в районе так уже помещение купили под это да мы вчера буквально вот подписал наш инвестор так давай инвестора давайте уже видим инвестора в студии вместе со своей женой это учредительница и главное лицо за за Сергей я тоже за всех Оля Оля расскажите нам историю эту которую только что Юлиана поведала как родилась эта идея почему мы здесь себе купили квартиру детям нашим и решили приобрести это помещение и зная здесь инфраструктуру что здесь еще ничего нет и геологическое такое расположение здесь дни парка и родилась такая идея создания здесь такого семейного ресторана в этой зоне так а я стесняюсь спросить а опыт у кого-то есть вообще в ресторанном бизнесе а почему тогда Юлиана уже общались просто на эти темы и уже общались конструктивно уже был готовый бизнес план и все мы просто не сделали а сейчас именно совпало все я тут живу Андрея дети тут да конечно и в этой теме муж у меня работает а можете ну и чтобы понимать вот смотрите идея понятна открыть ресторан но этого мало да это идея должна быть какая-то идея уже дальше более глубокая есть какая-то глубокая идея конечно есть у нас уже поэтапно разбитый план что зачем делать то есть у нас уже вызваны на завтра даже проектанты мы уже приблизительно знаем какую мы хотим оборудование какую мы кухню прежде всего хотим какое для этого нужно оборудование и какой допустим мы уже просчитали приблизительный бизнес план по ну вот окупаемости ресторана что мы можем продать какой средний чек должен быть и так далее то есть я уже социологические исследования провела по району да это точно что бы хотелось потому что тут нет ничего абсолютно тут кроме кофейни извините даже с детками абсолютно пиццы нигде скушать да не то что даже пиццы вообще где-то выпить посидеть а тут будет пицца ну и мы так планируем да в принципе опять таки же хотят какие инвестиции приблизительно сюда нужны чтобы запуститься здесь 200 200 сколько 200 если точнее 237 квадратов 237 квадратов почти по 1000 долларов еще столько же но 230 тысяч долларов да ты думаешь что еще в такую же сумму да где-то мы подсчитывали приблизительно с оборудованием с оборудованием да на на тот как раз на ту концепцию которую мы хотим на нее много оборудования совершенно не столько а мы что мы будем делать у нас в проекте у вас все вы знаете нет мы хотим ну как бы команду профессионалов а вообще хотим вот советы советы может у нас концепция где-то поменяется совет обязательно это наше видение но мы хотим чтобы нам вот сказали свою точку зрения также подсказали а давай тогда концепцию расскажешь концепция ну то есть это такая концепция допустим блюда быстро готовятся это не фаст-фуд немножко выше ну да но это и не ресторан это что-то среднее но человек же будет где еду за столиком дожидаться конечно не надо ему в стойке подходить нет и сам себе насыпать будет то есть вот так ну как бы это сейчас модно очень популярно но быстро да ну быстро да это помогает быстро и средняя ценовая какая-то категория да абсолютно правильно то есть фишки какой-то такой своей своеобразной мы что-то придумаем нет мы еще придумаем однозначно просто мы исходили из того что тут вообще еще пока не если бы это даже сделать тут бы этого даже было достаточно выясните что даже если вы откроетесь первые год-два да откроется тут наделают у нас в наших клипках где мы живем там сейчас от ресторанов некуда просто упасть хотя первый который был долго он был один и туда все ходили но сейчас там конкуренция сумасшедшая и везде если нет нет не везде нет вы все подглядываете да я я хочу сказать что никак не могу нарадоваться окончанию нашего ремонта и все так здорово получилось я хочу сегодня еще раз рассказать вам о Сергее потому что это один из таких самых классных вообще людей который в стройке мне встречался у Сергея есть solar studio которая занимается собственно вот такой красотой как у меня это у меня деревянные жалюзи они делают всякие защитные системы абсолютно различные на окнах у меня кстати тоже от него стоят защитные ролеты и я никогда не думала что вот эта красота может так сильно преобразить офис вообще наполнить светом мне казалось что мой кабинет какое-то темное все оказывается потому что у меня были неправильные жалюзи и кстати кто не знает как ставится правильное ударение то ударение ставится на и жалюзи поэтому если вам нужны классные защитные системы вы сейчас думаете об этом я вам очень рекомендую Сереженку потому что он очень быстро реагирует он быстро сам приезжает все измеряет ставит и все это реально очень качественно поэтому от души сегодня мне захотелось спеть ему дифирамбо ну и выпить чайку я пошла работать ну я вам скажу так свое видение всего этого дела то что это будет очень сложно умножено на 10 чем мы можем себе представить это факт ресторанный бизнес каким бы он ни был это очень сложный бизнес и очень много моментов да и в человеческий фактор безусловно прежде всего и фактор который вот называется такой x-фактор да когда мы не понимаем почему сработало например или не сработало ну то есть тоже бывает ничего как Юля сказала ничего не сделали открылись и пошла волна а бывает что нет поэтому тут нужно отнестись изначально очень серьезно и понимать что вот если мы где-то что-то сделаем не так будет провал и это непонятно не всегда возможно это объяснить почему это произошло вот заходишь вроде бы все есть а не хочется пустые столы люди не заходят и не понимаешь да из-за чего дело поэтому здесь конечно нужно обязательно отнестись серьезно абсолютно ко всему и к дизайну как это будет выглядеть для той аудитории которой мы это будем делать чтобы людям здесь было хорошо уютно замечательно они себя чувствовали комфортно и детки и так далее здесь нужно обязательно отнестись серьезно очень к шефу кухни потому что вкусная пицца и пицца это две разные вещи и вкусных пицц очень мало в городе и если вы сделаете просто вкусную классную пиццу это какие-то правильные печи правильно это надо все это Юленька выяснять то это уже будет огромнейший плюс здесь нужно понимать где стоит больше потратить денег изначально но получить именно классно где например не стоит этого делать ну и конечно же нужен очень классный будет админ я не знаю как этот человек пока правильно называется который займется правильным наймом персонала и обучением это ключевые факторы именно как он контактирует с клиентами конторы то есть потому что продаете не мы а контакт с клиентом у нас имеют вот эти самые официанты которые я думаю что здесь есть опыт уже людей которые запустили рестораны которые уже это отработали и нам гораздо проще дешевле и быстрее получить их опыт пообщаться с ними нежели как бы нарабатывать свой собственный потому что мы с Сергеем это да мы вот идем сейчас на обучение то что новички в этом есть всегда плюс и минус плюс у новичка в том что он всегда открывает какие-то новые дороги вот тот кто уже точно знает как надо он ничего нового не создаст что новое создают люди которые еще не очень в этом разбираются ну они открывают какие-то новые двери которых ну там люди которые уже открыли 100 ресторанов они этих дверей уже не видят они уже считают что туда ходить не надо вот поэтому мы посмотрим в любом случае главное у нас желание огромное вот это правда глядя на районы это изначально и было даже такие моменты чтобы с детьми посидеть потому уже рассматривая может мировая комната какая-то может быть какие-то представки мы уже думаем просто что как может приставки playstation поставить знаете вот для если на это ориентироваться или не ориентироваться на это мы сами еще этого состояния когда мы можем принять решение честно вот например первый момент с которым мы сталкиваемся регулярно это отсутствие как такового банкетного зала небольшого для праздников дней рождений детских если у вас здесь много детей у вас тут будут прошлые дни рождения я бы однозначно практиковала отдельный зал который в обычные дни работает как зал а не в обычные дни он изначально да я смотрела он изначально должен быть под это рассчитан это очень классно потому что это сейчас очень востребованная тема я просто как мама двоих детей например и регулярно мониторю это действительно проблема вот где отпраздновать где взять чтобы поэтому я бы не делала может быть большие детские пространства небольшие они должны быть у вас все равно не такая огромная площадь чтобы вы могли пол ресторана себе отдать есть такое понимание как стоимость квадратного метра уже в расчете сколько он вам приносит денег вот и здесь все должно быть достаточно если вы половину ресторана под это отдадите ну это как бы классно будет все вас будут благодарить естественно но это может сыграть с вами ну не очень хорошую шутку поэтому здесь нужно все очень грамотно распланировать но вот например отдельный зал это однозначное да это то что будет работать причем его изначально нужно спланировать таким образом чтобы он легко трансформировался чтобы люди могли там гулять сидеть и это всегда будет у вас заполнено и это всегда дополнительные апселлы в виде аниматора в виде всех этих праздничных тортов прочих вещей то есть это всегда то на чем рестораны могут прекрасно зарабатывать и решать проблему клиента то есть клиент всегда знает что ему есть где отпраздновать свои праздники чужие праздники это очень классный момент семейного такого family ресторана так ну а тем временем мне позвонили мои друзья вы их наверняка помните Рома и Алена владельцы компании мебельный ромб и они сейчас в Киеве потому что в Киеве проходит мебельная выставка естественно что я не удержалась решила во-первых поехать увидеться во-вторых мне интересно посмотреть как представлены их мебель вообще где она лучше представлена на их стенде или в моем офисе и вообще хочу задать им вопрос по поводу выставки сколько сейчас стоит участие посмотреть сколько представлено компании потому что когда я занималась сама когда-то выставками это был достаточно такой рабочий инструмент в свадебной сфере мы приходили на выставки получали клиентов и когда-то в общем-то мой бизнес начался именно с того что я последние свои сбережения как сейчас помню 170 евро за квадратный метр я арендовала 4 квадратных метра почти там 1000 евро получилось со всеми какими-то дополнительными опциями и встала и начала там собирать себе клиентов потому что просто не знала где их брать вот интересно каким образом проходят выставки сейчас возможно ли там взять клиентов так что сейчас мы с вами посмотрим и заодно пообщаемся с ребятами и видим что новенького они также привезли вы таки идете идете по выставке ну тут выставка выставка и тут та-да-да-дам мне так и реально очень круто сколько здесь квадратов 35 по-моему 5 на 7 35 какие цены ну еще я же как обычно сколько стоит сегодня квадратный метр на высшうке общая стоимость стенда просто арендной площади без застройки То есть вот так, кусок, кусок площади, 100 тысяч гривен. 100 тысяч гривен, если вы хотите принять в части 35 квадратных метров для того, чтобы построить. Ну, сколько стоил стенд? Мы хотели посчитать уже по приезду, потому что пока допечатывается полиграфия. Вы сами его делали? Расходы не закончились. Или вы заказывали? Мы все делали сами. Ну, где-то тоже порядка 100-120. Короче, 220 тысяч приблизительно стоит так, чтобы зайти на выставку на 3-4 денька. На 4 дня. На 4 дня. Ну, просто, чтобы вы понимали вообще масштабы маркетинга. Я увижу любимого мальчика своего, ну, не самого. Ты живой? Что? Живой? Что? Ну, тебе нравится, ты доволен? Мне очень нравится, да. Ну, это же самое главное. Приятное, я чувствую. Клэдди восторгается. Восторгается, делает комплименты. В общем, супер. Это то, что, наверное, каждый ожидает. Как творец, да? Приятно как-то. Я тебя понимаю. На всех изделиях есть QR-код. Да, это зачем? Это чтобы у нас все подписывались на наш инстаграм. Я хочу узнать, как это работает. Да, вот он уже сразу же навелся. Это если кто-то не знает, что это за штуки. Потому что в нашем колхозе еще не до сих пор и не всегда. Все, ровно. И сразу же ты можешь подписаться на него. Мало того, у нас есть вот эти вот брошюры Special Price. То есть все, что здесь на выставке. Можно купить со скидкой. Можно купить со скидкой прямо с выставки. Так, подожди, что это за полки? Я такого не видела. Да, это новинка. Да. Мы у вас такого не видели. Да, это новое селожи. Я помню эти дутые трубочки. Я помню, помню. С чего ты там лишилась. И здесь Рома, после того, как мы с вами последний раз виделись, мы купили еще парочку станочков. Ага. По работе с массивом, с натуральным деревом. И вот эти вот элементы на полках, они уже из натурального дерева. Эти кресла тоже сегодня презентуются. Да, я тоже таких не видела в кресле. Я, кстати, вчера это кресло выложила, и мне несколько человек написало. Вау, какое крутое кресло. Так что вы пришли, Вау? Приедете, купите. Да, мне тоже кажется, что его нужно. Нейтральная кожа, надо брать. Мы когда с Рома слетали в Копенгаген, мы, значит, поняли, что очень прикольно делать вот такие вот, смотри, как открытки. По каждому изделию, смотри, вот. То есть, это вы в Копенгагенге сперли идею. Подсмотрели в музее дизайна. Человек забирает, как открытки, визуализация, да, здесь, значит, фоточка. Мало-то у нас есть вот такие сувенирные держатели для этих открыточек. Слушай, вообще круто. Можешь потом, ну, то-то нас крем. Подожди, сувенирные держатели, вы их дарите людям? Да, пожалуйста. Нормально вообще. Уже ради этого стоит прийти, чтобы потом можно было трусики. Какие трусики можно прищепить. Ну, смотрим, это же прищепка. Слушай, ну, очень круто. Ну, знаешь, с какой проблемой столкнулись? Слушай, буш. Не знаю, конечно, с расточительством. Ну, это да. Это, кстати, подожди. Ребята, это очень классные вот моменты, когда вы на выставках находитесь, и вы, ну, у вас достаточно дорогой товар, и вы хотите каким-то образом запомниться. И вот вы эти листовки галимые суете все время, которые неприятно брать в руки. Вот если вы делаете нечто подобное, делайте так, чтобы вот как это было жалко выбросить. То же самое. Посмотрите, какой шикарнейший презент. Ну, то есть, вряд ли вы это выбросите в мусорник. И таким образом, да, это стоит дороже, но, по крайней мере, люди, которые это возьмут, они о вас точно будут помнить всегда, причем, потому что они никогда это не выбросят. Ну, вообще, это очень круто. Ну, кстати, по теме «Будешь смеяться» по поводу листовок, мы так и подумали. Я не надвижу этих собирателей макулатуры. Я не представляю, чтобы человек пришел домой, понимаешь, открыл флайер такой, о, точно, стулья, значит, начал звонить. И мы такие думаем, ну, нахера нам эти визитки, это все. Мы запечатаем эти открытки. Тут у нас на каждое изделие своя стопка открыток. Да. Вообще, нормальных денег это все дело стоит? Я могу только догадаться. И вчера, в первый день выставки, я даже не знаю, сколько людей спрашивали, а визиточку можно? Ну, типа, и знаешь, они еще с таким видом уходили, типа, ну, типа, вы же настолько тупы, что не могли напечатать себе визитки. Они не хотели это брать или они думали, это платно? Нет, они это брали, они это брали, но у них возникал вопрос. Им хотелось визиточку. У них возникал вопрос, где номер телефона? То есть, я не понимаю, как в современном мире, где ты можешь просто начать гуглить и написать ром, тебе выдаст уже, ну, знаешь... Ну, да, видишь, это еще воспитывается, воспитывается в наших людях. Угощения желаете? Водичку, пожалуйста. Расточительная трата денег у Аленушки всегда есть. Конечно, конечно, мы всегда выпьем водичку. Особенно бесплатно. Я смотрю, у тебя есть такой стул? Прикинь, есть. Ты пока у меня его не забрала. Но есть люди, у которых его нет, и поэтому у нас на выставке розыгрыш. Значит, можно запостить свою фотку со нашего стенда, отметить ром, заполнить анкету и в субботу выиграть этот стул. Слушай, это еще одно расточительство. Если вам лень его везти, вы всегда можете его отправить ко мне. А вообще, кроме шуток, мы обратно в Черкасово это все везти не хотим, поэтому, пожалуйста, придите и купите. Мне очень нравится ваш стол. Я тебе честно скажу, что если бы я сегодня делала ремонт, я бы купила этот стол. Алена, а сколько он стоит? Этот стол стоит с минус 25%, то есть конкретно вот этот, 11700 гривен. Это вообще смешная цена, потому что я заказывала итальянский стол, он меньше, вот на вот эту секцию однозначно. И я заказывала его из разряда недорогих, если я не ошибаюсь, супер скидка, он мне обошелся около 2000 евро. Но я тебе скажу честно, что этот стол вообще не уступает. И, возможно, даже лучше, если я по нему положу, посмотрю. Ну, то есть визуально, без каких-либо вещей. Почему я заказала его в Италии? Вам много говорят, что вы крутые? Да, нам многие говорят, что мы крутые. Нам это очень приятно, но мы не думаем, что мы достигли того уровня, на котором можно останавливаться. Останавливаться никогда нельзя. И, конечно же, я не могу задать вопрос, а где мой столик? Он здесь презентован? Смотри, я могу уже, ты уже приблизишься к своей мечте, подарить тебе открытку твоего столика. Ё-моё. Это, значит, это открытка моего столика. Моего, кстати, назвали back-to-bed table. А Юрмилова не могли как бы назвать просто? Алена, ну как-то недоработка. Короче, ребята, это классный столик, я вам его скоро покажу, потому что уже у Алены его заказали. Это столик, на котором можно работать, кушать, отдыхать, не вылезая из постели. Да. Кстати, 10-минутное муви. Здесь у нас на плазме смонтированы из наших всяких backstage, из каких-то фотографий, из визуализации. Скажи мне, задают вопросы, а вы из какой страны? Задают у нас. Кстати, на выставке много иностранцев, представителей Польши. Вот сегодня британец один долго со мной беседовал. Так как я English speaking больше всех со стенда, я с ними общаюсь. Задают. Спрашивают. В смысле? Черкассии. Черкассии. What is the country? What? Это где-то возле США, в Италии? Ну, на выставке, скорее всего, заказы не получаются прямые, правда? Ну, то есть люди знакомятся больше с вашим брендом. Ну, верно. На самом деле прямых, вот как таковых, кто пришел, захотел купить кресло, их почти нет. Это или дизайнеры, которым мы сразу со стенда, прям онлайн отправляем 3D-модели для использования и в работах на почту. Отправляем ссылку, доступ. Или это дилеры, то есть магазины, которые хотят брать эту мебель, продавать у себя, но с которыми мы не работаем. Или, не знаю, зебаки, макулатура-собиратели еще есть. Они вообще счастливы. Представляешь, сколько открыто? Да, это обязательные люди. Ребят, еще раз хочу повторить о том, что я знаю, что нас смотрит много дизайнеров. Если вы вдруг случайно пропустили ромб, то обязательно можете посмотреть. Мы оставляем ссылочки под видео. Обязательно подписаться на их инста. Написать им и получить от них, в общем-то, 3D-визуализации, которые вы можете использовать уже непосредственно в своих проектах. Это, в общем, очень классный бренд. Я живу, сплю. И я, честно, призналась Алене и говорю всем, я утащила один столик журнальный, выбросила свой и утащила ваш деревянный столик к себе, потому что он очень классный. И мне захотелось видеть его дома. Мы когда думаем, что он у тебя дома, мы прям... Наша сердца тает. Няше, ну, очень круто. У меня вопрос, есть ли здесь дизайнер, как, естественно, поскольку моя ведущая, ведущая дизайнер, я хочу узнать, нужна ли будет ее помощь или нет. Нужен ли вам дизайнер? Ну, мы сейчас остановились в одном дизайнере, у нас есть как бы свой, но мы еще с ним не работали. Ну, мы еще не приглашали его сюда, мы просто созвонились, и все. Нам предложили. Нам предложили. Даже два. Но мы выбрали вот этого. Я думаю, вам стоит встретиться со всеми, и в том числе с Петреску, и просто сравнить. Да. Потому что в любом случае нельзя выбирать первого попавшегося, надо поговорить с несколькими. Ну, это инвестиции, да, и нужно осторожно. Я тоже рекомендую обязательно встретиться, обязательно пообщаться. Это личный контакт очень важный. Второй момент, это важно понимать, какую ответственность берет на себя дизайнер, за что он готов отвечать, и за что он не готов отвечать, да. Потому что есть технические части очень важные. И все это, это деньги ваши, потому что он имеет отношение с командой вашей, с оборудованием, с материалами, он совершает закупки. И то, как он совершает какие-то закупки, и какие цены он имеет, это напрямую отображается на бюджете. Я в этом сама глубоко копнула, и знаю, о каких суммах идет речь вообще на простых каких-то вещах. И важны все нормы изначально, чтобы... Конечно, мы же над этим сейчас и планируем вот работать. Все, что на металл, а то, что заканчивается, надо делать качественно, хорошо. Да, это начальный этап, да. Потому что любое будет, которое не соответствует норме, даже если там как-то согласовать, это будет бомба замедленного действия. Я вот хочу, чтобы было продумано. Каждая проводка, каждая там розетка, ну, то есть все, что было продумано. Какой срок у вас на открытие? Мы нереальные сроки установили. Мы вообще нереальные сроки устанавливали. Мы до Нового года, а там как... Мы хотим до Нового года. Чем быстрее. Но продумано. Ну, вы молодцы, что такие сроки ставите. Я бы не взялся, но вы, как говорится, все в наших руках. Я думаю, что, скорее всего, здесь все равно будут проблемы, как минимум, с изготовлением мебели какой-то. Все равно, однозначно. Просто есть моменты, сроки, которые по-любому, с моментом этама. Технологические, конечно. Что-то будет приезжать. Это же не то, что вы пошли в супермаркет. Поэтому я думаю, что если к февралю вы откроетесь, это будет очень классно. Будем стараться. Надо раньше открыть, напорачиваться. Ну, будем стараться, будем пробовать. Смотрите, я вам рекомендую установить другие сроки. Уже после общения с дизайнером. Уже понимаем масштаб. Вопрос не в грустности. Вот смотри, ты можешь устанавливать свои сроки, какие угодно. Есть реалии, есть моменты качества. Очень классно, когда мы прописываем процессы по реалиям. Например, мы понимаем, что классно сделать дизайн-проект. Нужно, условно говоря, 10 дней или 2 недели. Не знаю, теоретически. Мы на каждый период, трезво посчитайте себе. Просто чтобы каждый период шел в классном сроке. Потому что когда мы все ужали и начинаем, это ни к чему хорошему не приводит. Это такая истерическая. Знаете, как, может быть не ужимать, а может быть можно одновременно. Допустим, дизайнер, когда уже будет у нас проект готовый, и вот он скажет, что нам делать. И можно одновременно и заказывать и мебель, допустим. Искать поставщиков. Конечно. Это все и нужно делать одновременно. Если это мы будем как-то разделывать. Нет, однозначно так будет. Но все равно будет быстрее. Подписывать проекты, конечно, разные. Все будет идти быстрее. Но вы ждали 2 года, а сейчас вы хотите за 2 месяца. Вопрос сейчас не в том, чтобы сделать это за 2 месяца, просто поймите, а вопрос в том, чтобы это сделать классно и правильно. Вот и все. И самое главное, это персонал нужен. Это очень... Конечно. Это первая проблема ресторана. Для начала нужно быть ключевой персонал, потому что Юлиана может быть управляющей, но она не может заведовать персоналом, естественно, ключевым, быть менеджером в этом всем звене. Есть какое-то производство. Есть шеф, есть моменты, опять-таки, производства, когда они отрабатывают это все, все эти процессы, они расписывают все эти карты и так далее. То есть это все занимает время, вы должны это понимать. Ну, это что же нужно все создать? Начинаем еще, начинаем с того, что вы встречаетесь с проектировщиками, да? Да, завтра это уже будет. Завтра встречаетесь, ну, там, потом с треской встретитесь. Мы вам подберем команду, которая будет вам помогать. Это там туда войдут и профессионалы в разных областях. Ну, прежде всего... В ресторанах. Да, привлечем каких-то еще экспертов, которые вообще крутые. Так, тут мы поставим такой стульчик. Ну, такой с бахромой, красненький и обязательно с синими ножками. А вот здесь такой будет большой стол. А тут такая люстра. И здесь будет выходить принц, а тут кони. Вот тут будут три коня или коня, или лошади, ну, неважно. А тут такие шторы большие, такие бархатные. А тут такой стриптизер будет выходить. И такой... Happy birthday to you! Нет, это же детский день рождения. Это не стриптизер. Нет, лучше стриптизера, это будет просто день рождения. Друзья, ну что, у меня для вас есть прекрасная новость, потому что 19 ноября совсем скоро стартует мой онлайн-марафон, который называется 30 денежных действий. И те, кто уже за мной давно следят, знают, что у меня есть очень крутые онлайн-марафоны, которые я провожу не так часто. Один из них называется 30 дней Бритмир Миловой. Он буквально недавно закончился, причем был очень классным. И сейчас у меня стартует второй мой марафон, который я немного видоизменила. У меня проходит денежный марафон, цель которого зарабатывать деньги. И в этот раз я решила сделать его не 30 денежных дней, а 30 денежных действий. Почему? Потому что каждый день мы наблюдаем за предпринимателями, за обычными людьми. И видим одно и то же – полная расфокусировка, то есть неумение сосредотачиваться на денежных действиях в своем бизнесе. И мы видим это и у наших участников шоу. Поэтому я хочу предложить вам узнать, как это вообще, как быть в моей шкуре, и как это каждый день совершает денежные действия. В этот раз это будет 30 денежных действий каждый день. Я буду давать видео, которые будут направлены на то, чтобы вы внедряли в свой бизнес именно денежные действия. И смотрели, как они работают. Плюс ко всему, естественно, что будут те люди, у которых нету бизнеса, но у которых есть, во-первых, вопрос, а как зарабатывают другие деньги. И вы сможете это увидеть, потому что в чате у вас будет более 100 человек. Вы сможете познакомиться и вообще посмотреть, как это происходит и работает. Как у других получается внедрять и зарабатывать. Это очень заряжает. Во-вторых, мы будем также в качестве бонусов с вами прорабатывать такие вещи, как денежные программы, ограничения в голове. Я буду рассказывать вам, как с этим быть, что необходимо делать для того, чтобы от них избавляться, и для того, чтобы переставать бояться денег, переставать думать, что все дорого, что все это не для вас. И вообще вы как бы бедный, несчастный человек, и скорее всего, таким и умрете. Нет, мы будем тоже над этим работать. На самом деле, эта программа решает три ключевых таких аспекта, проблемы. Первое. Она помогает вам увеличить прибыль. Я могу вам точно сказать, что если вы 30 этих действий внедрите в свой бизнес, какие-то у вас однозначно сработают и смогут повысить вашу прибыль, ну, где-то на 100%. Обычно так происходит. Второй момент. Это решает проблему тех людей, которые уперлись в какой-то денежный потолок. Вы зарабатываете, вроде бы все хорошо, но вы не можете заработать больше, не понимаете, что нужно еще сделать. Найдете ответ на этот вопрос. И третье. Это, конечно же, окружение. Потому что нам всегда не хватает каких-то новых людей. Почему все стремятся попасть к нам, шоу в том числе? Для того, чтобы подзарядиться, познакомиться, иметь возможность уже начать между собой больше общаться. Вы видите, как здорово это работает. И как раз в нашем марафоне приходят все люди, которые знают меня, которые открыты точно так же, как я. И, собственно, у вас уже есть общее. Это я. Поэтому вы можете общаться как друзья, как партнеры и находить поддержку. Участники на моих марафонах находят себе, как правило, друзей на длительные отношения. Поэтому, прям так сказала, как будто бы у меня это брачное агентство. Поэтому, может, что-то вылазит всегда на компьютере. Я приглашаю вас перейти по ссылочке, которая будет внизу. Вы попадете вот на такой лендосик, на котором, кстати, есть вот это видео. И это опять я, если вы не узнали. Я здесь подробно рассказываю все об этой программе. Самая прекрасная это ее стоимость. Потому что одно действие равно одному доллару. Одной чашке кофе Макдональдс. Ровно столько у нас стоит чашка латте. И здесь вы можете почитать всю информацию, как будет проходить. И посмотреть отзывы. Представьте себе, что эти отзывы ваши. Я их не сочинила. Это наши девочки. Они рассказывают о том, как было в предыдущих программах. Но могу точно сказать, что в этой будет еще круче. Поэтому принимайте участие. До встречи с вами 19 числа. Используйте возможность побыть рядом. Используйте возможность окружить себя классными людьми. Тем более, что вам ничего для этого не нужно делать, кроме как иметь вайбер. Вот и все. До встречи. Если бы, например, меня спросили, да, ну сегодня я бы пришла открывать ресторан. Конечно, самый, как по мне, рабочий такой хороший попсовый вариант, это семейный ресторан. Вы находитесь в окружении, где живут семьи. Обязательно, где детям хорошо, да, где дети могут отпраздновать праздник, где есть небольшая, я бы не рекомендовала, опять-таки, сильно большую, но хорошая детская зона, где детям хорошо. Дать возможность ему полепить, порисовать, сделать интересные занятия с аниматорами. Как по мне, взрослый ребенок имеет телефон, он может в него втыкаться, извините, как угодно. Маленькие дети все-таки гораздо приятнее, когда мой ребенок, пока я здесь нахожусь, делает печеньку, я не знаю, учится делать макарошки. Мы настолько стали уже такими родителями нехорошими все-таки, то есть нам это легко, я сама такая же мама, но когда я иду в ресторан и знаю, что там будет мастер-класс, еще куда-то, я выберу этот ресторан, потому что мой ребенок будет счастлив. И не зря, это момент хороший еще дополнительного литгена, потому что, когда вы, например, по выходным у вас зал свободен, вы делаете в него мастер-класс, родители приводят детей, детки тут что-то делают, они сами сидят, спокойно отдыхают, кушают вкусные завтраки, вот, это хорошо. Утром вкусно позавтракать или захватить завтрак с собой, вкусные сырнички, всегда будет отлично работать. Покушать вкусную пиццу замечательно будет работать, накормить ребенка пастой всегда будет работать, потому что это безотказная еда для ребенка. Когда мы ему даем вкусные овощные палочки, морковку, да, он говорит, мама, бэ, вот, до свидания. То есть я бы создавала здесь семейный все-таки ресторан, я думаю, что барчик это отдельная история, может быть, вы потом захотите сделать барчик с кальянным, где могут выпить, вечером посидеть, но это разные концепты, вот как по мне. А если вот, ну, сделать пиццу просто, которая, ну, за которой люди будут приходить отовсюду, просто, то вообще проблем не будет. Сделайте упор на что-то одно, да? Нет, я имею в виду, что пусть остальные люди будут просто нормальными, а пицца, чтобы была такая, чтобы они ей люди просто рассказывали, да? Рассказывали, приходили, забирали с собой и так далее. Да, показатели, когда человек с другого района едет к вам за пиццу. Да, вот что-то одно сделать таким вот, что просто, и когда люди приходят за пиццу, будут у вас и тут все, и спиртное пить, и другие будут заказывать, естественно, и все. У нас есть очень хорошие ребята, то есть я прям, почему очень хотела проект, у нас есть несколько очень хороших человек. Одна девочка, которая запускает рестораны, ну, очень серьезно, то есть с очень большим опытом, она специалист в этом, дорогой, классный, качественный, она может быть у нас в команде. Но встречаться нужно все-таки до того, когда вы определитесь, вернее, в момент, когда вы определитесь с дизайнером, чтобы вместе еще раз встретиться. И уже с учетом тех моментов, которые мы обсудим и вам подскажут уже более с профессиональной точки зрения, по планировкам и так далее, уже чтобы дизайнер с этим работал. Потому что дизайнер – это человек, который отображает то, что вы хотите. Ему нельзя говорить, он, вернее, не может вам планировать ваш ресторан, как бы. Это не должно быть, это неправильно. То есть дизайнер работает с теми вводными, которые вы ему дали. Вы ему объяснили, что должно быть, вот, и он уже, исходя из этого, делает вам различные варианты, да, того, каким образом можно это сделать. Поэтому ваша задача первая – определиться с дизайнером, вот, кто это будет делать, да, Юля, подготовить все все-таки в таком виде, чтобы мы все твои идеи, всю твою голову смогли увидеть. Дело даже не в коллажах, вот во всем, вот все, что есть, вот то, что ты очень много рассказываешь, да, но мне так и непонятно, что у тебя есть, да. Я хочу, чтобы мы это могли посмотреть на бумаге, вот, это будет гораздо предметнее, вот, все абсолютно, да, все, что ты, вот, придумала по этому поводу, давай, чтобы было понятнее, потому что и команда будет задавать тебе вопросы, будет гораздо проще, если мы будем все это видеть. Так, ну, и, значит, сразу же мы с вами договариваемся, поскольку я человек бизнеса, что у меня будет хорошая скидка в вашем ресторане. Конечно, сразу же мы обещаем. Это правда. Я вообще в шоке. Чего? Тоже хоть хочешь ресторан открыть? Ты знаешь, я в шоке, во-первых, потому что мне очень понравились ребята, и Андрей, и Оксана мне очень понравились. Но я не понимаю, почему они нанимают человека, берут человека главным, который очень сильно хочет, но, по сути, компетенции как таковыми не обладают, это очень опасно. Мне, Юлиана, очень симпатично, но это такой риск. Видишь, ты же тоже часто нанимаешь людей, когда ты говоришь, мне главное, чтобы человек был адекватный, чтобы он как бы был… Я не даю ему в пользование 500 тысяч долларов. Я все-таки считаю, что это очень ответственный момент, и ресторанный бизнес, ну, это очень тяжелый бизнес. Об этом говорят все предприниматели, сколько очень богатых людей открывали рестораны и как бы улыбались с этого потом, да. Ну, говорили, что как бы больше глупостей они не совершали. То есть я к тому, что здесь нужен подход. Очень классное место, мне кажется, правильное, оно раскрутится, оно обязательно заработает. Но все равно нужно сделать очень много верных действий, понимаешь, которые как бы нужно делать, понимая. Как говорится, дьявол кроется в деталях. Вот те детали, которые вот сейчас нам еще не видны, они вскроются, когда откроется этот ресторан. В последний месяц Юлиана должна сказать, что нет, ребята, куда эта горячка, куда эта горячка. Мне жалко, потому что они классные ребята, это приличные деньги, очень приличные. И не факт, что это будут эти деньги. Вполне возможно, что эта сумма умножится в процессе еще. Ой, легко, я не удивлюсь, если она удвоится. Вот, это очень может быть, мы это прекрасно знаем, бизнес таков. Вот, сколько денег нужно будет в какой-то маркетинг, в сети, в печи. Они же, да, понимаешь, люди, которые не открывают ресторан, они посчитали что-то такое, они не понимают вообще, что там, что внутри, где собака зарыта. Ну, для меня больше всего шоком является то, что они очень легко к этому относятся сейчас и не понимают, что, в принципе, за этим будет всем стоять. А стоять за этим будет то, что если они не подойдут к этому серьезно и ответственно, то этот проект очень быстро прогорит. И так, как они свой другой проект, они в лучшем случае сдадут чужую аренду. Я думаю, что хорошо, что они попали в наше шоу, потому что мы сделаем все, чтобы у них запустилось. То есть Юлиана для этого сработала, да? Да, да, да. Ты знаешь, я сейчас хочу только одного. Я очень хочу, чтобы команда, те люди, которые присылали нам анкеты, они сейчас не отказались, они сейчас сработали. Мне очень хочется этого. Мне второе, мне кажется, будет просто абсурдом, если они возьмут дизайнера, которого они не знают и за которого им кто-то сказал. Я считаю, что здесь однозначно им повезет, если Петреску согласится взяться за этот проект, потому что она тоже у нас девушка с перебором. Ну, что мы ее возьмем в плен. Ну, я бы очень хотела, потому что, по крайней мере, я буду спокойна, что Лена не начнет, воровство, скажем так, не начнется на первом этапе, да, как это обычно бывает. Но о чем мы говорим? Это же правда абсолютно. Что ж это смешно? Вот, и она сможет помочь им своими вопросами все-таки сделать грамотный концепт и уберет весь хаос, потому что она никогда не делает колхоз. И она не позволяет людям лепить все и сразу. Не, ну, Лена вообще очень европейский человек, она ездит по всему миру, она, ну... Она слушает клиента, но делает по-своему, что очень важно. Делает очень грамотно. Она делает очень грамотно с точки зрения... И очень стильно. С точки зрения, да, того, как это должно быть в ресторанах. И то, какое количество ресторанов видела она, я думаю, что мало какое количество дизайнеров в нашей стране их видела. Ну да, она, кстати, очень классно разбирается не только в дизайне, но и в ресторанах. А Лена будет им как нельзя, кстати. Ну, мне бы хотелось очень, чтобы они друг к другу подошли. По крайней мере, я буду спокойна за то, что он не будет колхозным каким-то. И там все будет грамотно и правильно, чтобы потом не переходилось перестраивать все это. Все, пошли работать. Я тебе честно скажу, я взволнована, ребята, я взволнована, потому что это ответственный проект. Это проект, наверное, первый сейчас. Пойдем пиццу закажем. Первый сейчас проект, который заходит с такими деньгами. Мне непонятно сейчас твое веселье, Ермилов. Прям неприятно оно. И поэтому я иду работать, а ты оставайся в парке. Я пойду и буду заказывать здесь пиццу. Ну, друзья, у нас с Сергеем сложный, долгий разговор, который мы уже на следующий день перетянули. С ним ночью, ночью вот чем мы занимаемся, обсуждаем, собственно, участников. Ну, и Сергей все-таки настоял на следующем. Сам расскажешь. Я понял, что в этом проекте нельзя использовать волонтеров. Здесь речь идет о сумме в полмиллиона долларов. Я думаю, по факту она будет больше. И, конечно, такими суммами просто так нельзя рисковать. Брать каких-то людей, которые хотят помогать, но еще не очень. Я думаю, нам достаточно одной Юлианы, которая не имеет в этом опыта, которая берет это на себя, у которой есть энтузиазм. Но давайте будем трезвыми. Это ресторан. Это любой предприниматель, который имеет отношение к ресторанной деятельности, имел когда-либо, и грамотный предприниматель, который имеет дело с ритейлами и так далее, всегда скажет вам о том, что это очень сложно. Это не производственная часть в любом случае. Это продажи B2C. Это продажи конкретным людям. И тут не стоит недооценивать этого и считать, что опыта может хватить. Мы уже это проходили, поэтому мы прекрасно это понимаем. Поэтому мы сейчас стали думать над тем, кто нужен Юлиане. И у нас есть эти люди. Мы говорили, мы с тобой хотели очень нишу. Но, честно говоря, я, конечно, не думала, что речь будет идти о таких бюджетах. И это круто, с одной стороны. Но, с другой стороны, мы не имеем права здесь пробовать. Вот это слово, когда человек приходит ко мне на работу и говорит, я хочу попробовать, а у меня серьезный проект, я не хочу быть пробой. И вряд ли Оксана с Андреем тоже хотят, чтобы на них попробовали. Ну, то есть, я вам этого не желаю. Поэтому я все-таки отобрала троих претендентов, и мы скорее назвали их консультантами. То есть, люди не которые будут делать, а люди, которые будут консультировать. И которые могут помочь нанять тех людей, которые будут делать. Или, возможно, в дальнейшем мы уже будем разбираться. Но нам нужны грамотные консультанты с опытом, шикарной в этом теме. Значит, я, можно оглашу лоты? Ну, давай. Первая, это Виктория Рейникова. Виктория, она из Киева. Она не смогла, она была в другой стране, когда у нас проходили живые кастинги. Но я знаю Викторию. И Виктория просто потрясающе нам подходит, потому что она занимается консалтингом в сфере ресторанного бизнеса. У нее очень большой опыт. Она помогает людям открывать рестораны, закрывать рестораны, перепрошивать рестораны, продавать рестораны. В общем, она умеет делать это все. И я, честно тебе скажу, сразу же связалась с Викторией, чтобы уточнить у нее, что она готова, что она будет. И она сказала, окей, я готова встречаться и готова ситуацию эту решать. Она, конечно, очень была удивлена, когда сказала, что у людей нет опыта и у главного менеджера нет опыта. Она улыбнулась и сказала, хорошо, что ты позвонила мне сейчас, а не тогда, когда они уже открылись. Это первый человек. Вторая анкета пришла буквально недавно, но это, я думаю, будет наш эксперт, потому что мы пойдем в гости. Это совладелица и арт-директор итальянского ресторана, который находится, кстати, недалеко от нашего с тобой дома. И ребята написали мне о том, что они с удовольствием готовы поделиться своим опытом, рассказать, как у них все устроено, поделиться идеями, секретами, которые помогли раскрутиться, рассказать о своих фейлах, как справлялись и так далее. Вот, и это мега круто, потому что, во-первых, это стилистика итальянского ресторана все-таки, во-вторых, люди сами готовы этим делиться. Вот, я думаю, что мы с Анной непременно встретимся, и это будет как раз такой кейсовый очень разбор. И, конечно же, я вспомнила про Игната. Да. Про Игната, про которого мы помним каждое утро, потому что мы до сих пор допиваем его кофе. Был у нас такой участник, он занимается всем, что связано с производством, продажей, открытием точек кофейных. И однозначно там будет кофе. В ресторане должен быть вкусный кофе. Вот, и это однозначно отдельная тема. Я знаю, потому что наши друзья с тобой открывали кофейню, они рассказывали, как много времени и сил на это потратили, для того, чтобы все было классно. Я думаю, что Игнат здесь сможет проявить себя как эксперта, рассказать, объяснить, рассказать все о Бористо, возможно, помочь... Вообще, поставить оборудование, настроить его правильно, обучить персонал, именно потому что это отдельная сложная тема. Поэтому команда у нас есть. Я думаю, что начнем мы постепенно, мы начнем с Виктории, потому что здесь все этапами, мы начнем с Виктории. Я надеюсь, что к нам присоединится Лена Петреску, потому что это будет команда профессиональная. Потому что, знаешь, меня, честно тебе скажу, вчера, когда начали говорить о другом дизайнере, у меня такое, как на свадьбе, знаешь, будто бы я клиенту организовываю свадьбу, и он такое говорит. Меня сейчас многие организаторы поймут. А флористы у нас есть свои, знакомые, нам их порекомендовали, мы их никогда не видели. И ты думаешь, и так постоянно. И ты говоришь, очень хорошо, прекрасно. Но сначала познакомимся с нашими. Потому что иначе, я не буду рассказывать эти ужастики, их можно, кстати, прочитать в моей книге. Все, я думаю, выпуск на этом мы уже точно заканчиваем. Ну, и мне уже не терпится встретиться с этими людьми, чтобы услышать, наконец-то, профессиональные советы на самом деле. Потому что то, о чем мы говорили вчера, ну, это было пока детский сад. И если вам тоже не терпится, то еще раз не забудьте подписаться на канал, следить, потому что вся игра начинается по-взрослому. Такого в нашем шоу еще не было. Первые большие деньги, первые большие клиенты. И здесь уже не место для шуточек. Здесь все по-настоящему. Это вам не курочки и не уточки, ребята. Здесь у нас все серьезно, поэтому следите. И мы, я надеюсь, что с вами увидим, как запускается классный ресторан. И как в нашей стране есть замечательные люди, которые умеют это делать и помогать. Даже тем, кто никогда не был с этим связан. Поехали. Поехали. Поехали.